здравствуйте как всегда фитнес-форце палермо кон алана камила ой сейчас я вам расскажу про тунис очень многие очень много интересных вещей которых я заметила не знаю меня видно да очень хорошо очень хорошо что я хочу рассказать сейчас мы находимся в город доус тунис это граница с лебеем ну немножко расскажу предысторию так не без очков как бы немножко сложновато потому что солнце горячий температура здесь чудесная и что я буду сейчас ходить не хочу потому что хочу немножко рассказать смотрите здесь есть две такие интересные группы очень интересно вот там вот далеко что-то поют песни ну такие типа как бы гимн но я не могу разобраться наверно на американском языке вот здесь это же группа сидит кружочки тоже очень интересно тоже говорят на английском или американском языке ну чё-то тут наверное может какие-то соревнования спросить прошу чуть позже с чем связано вот такие мероприятия отель называется сахара dos сахара dos 8 число как бы ну то что отель хороший там хотела я снять немножко чуть 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 файе но есть получится то я сниму вот немножко я вас покружу первое что меня поразило то что здесь на юге туниса на границе с либи есть контрабанды вы представляете есть контрабанды то бишь мафия ну может кто-то знал а я нет это мои штаны вот а я этого не знала ручка буду менять может если мне получится как-то на стол встать ой сейчас я придумаю немножко поинтереснее вам что-то сесть и рассказывать вот наверно вот в эту сторону сейчас сяду связь наверное здесь похуже ладно ладно возвращаемся там где связь хорошая вот наверное вот сюда ищем место да я хочу сказать марио рамина карина денис все хорошо я в тунисе буду держать руку ну наверное так будет немножко получше так это у меня первое что поразило это это моего мужа рубашка ну связь будет замедленная да и оказывается почему контрабанды до государством это не регулируется но видно как бы наверное мафия взяточничество присутствует 40 центов один литр бензина петроли и либе ну вот тоже меня это породило потом мы когда ехали была пустыня представляете и там ходили живые верблюды дикие тоже меня это очень поразило я сняла сфотографировалась и вообще впервые ножками прошлась по пустыне да как-то свое время я мечтала ножками пройтись по горам это у меня получилось и вот ножками по пустыне очень интересно мне понравился здесь чай черный тунисский чай и не за ну просто тунисский чай сладковатый и с миндалем и там такие вот кусочки миндалей я тоже покажу это это тоже меня очень здорово поразило так меняю ручку потом кускус мне кускус как бы не очень нравился да но здесь был очень вкусно очень вкусно я его съела с удовольствием и еще мне понравился здесь такая вот есть как мед смешанный с медом и макаешь вот этот лаваш тоже очень вкусное блюдо я тоже сняла видео и конечно вам продемонстрирую вот такие вот моменты интересные здесь в тунисе все совсем другое намного отличается от италии намного отличается от туниса от сицилии очень отличается сицилии и вообще вот хамамед и юг 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 хамамед и юг туниса тоже очень отличается здесь оазис такой вообще я увидела впервые жизни мираж это просто чудо чудо оазис короче такое место здесь очень 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 много пальмочек ну короче классно хочу напомнить что сейчас сегодня 725 апреля это семнадцатые лунные сутки семнадцатые лунные сутки нужно провести с юмором весело радостно а как это сделать я просто подскажу на ушко на ушко подскажу быть в моменте быть в моменте то есть останавливать все и делать только одно действие только одно действие если вы моетесь это значит мыться если я сейчас общаюсь с вами то я только общаюсь с вами если я пишу это значит пишу если я пью чай это значит пью чай и мне сейчас больше всего на свете знаете что хочется Ну, знаете, что хочется? Ну, я даже не знаю, что хочется. Давайте с вами пройдёмся, помочим ножки. Ну, если будет связь такая хорошая, не вырубит, будет всё замечательно. Вот, пройдёмся. Очень-очень даже хорошо. Вода, наверное. Опс. О-о-о. Опс. Я иду вот по такому. Опс. Немножко демонстрирую отель. Вот сколько идёт видео, столько буду говорить. Что я для себя подчеркнула? Я читаю философские книжки, очень-таки интересные. Очень много я сейчас размышляю о времени. Очень много размышляю о промежутке времени, которым я нахожусь здесь. И ещё больше я размышляю о том промежутке, где я была раньше, откуда я пришла до рождения. И всё же хорошая практика, которую я делаю, я от неё восхищена. То, что я засыпаюсь с благодарностью. И пока я тут про благодарность, всем понятно. Но мне понравилась одна вещь, чтобы я эту мысль уловила. Она ко мне пришла. Та-та-та-та-та-та-та. И ушла. Наверное, рано мне её вам ещё говорить. Рано ещё говорить. Такие вот моменты. Ну ладно, скажу. Тот, кто со мной сейчас услышит, тому, как всегда, просто-просто-просто повезло. Значит, что... Начинаю её говорить. Связь плохая, поэтому может прерываться. Водичка тёпленькая. Нужно жить сегодня и обязательно проживать так, и все свои дела, которые у вас запланированы, на сегодня доделывать. Ни в коем случае не оставлять на потом. Обязательно доделывать все дела. То есть живите сегодня. Всё, что вы сегодня... Ой, там так интересно, что-то шумы какие-то тут. Вот это такая очень глубочайшая жизнь. Я её немножко чуть попозже расскажу. И как раз-таки именно в 17-е лунные сутки это ко мне пришло. Именно то, что нужно сегодня доделывать каждый день. И таким образом сегодня и жить, проживать этот день. Помня о том, что здесь, конечно, мы маленький промежуток времени. Очень маленький промежуток времени. Поэтому вот я для себя подчеркнула, что на максимально жить... Ну, и все мои задуманные вещи... То есть, так куда-то я ухожу, но я ещё не хочу прощаться. Не хочу прощаться. Просто не хочу. Вот я ещё хочу походить. Вот такая водичка. Не знаю, стоит ли поплавать, но я бы, наверное, и поплавала. Смотрите, уловите вот эту вот мысль. То, что здесь, в этом временном промежутке от рождения до смерти будем находиться достаточно... Вот какой-то промежуток времени. Его очень-очень-очень мало по отношению к тому временному времени. Наверное, всё-таки связь будет не очень такая большая. Но я хочу проплыть. Реально хочу проплыть. Не знаю, как это сделать, но я буду плавать. Всё. Наверное, не буду. Вот. И поэтому все задуманные цели, задачи, которые у вас есть, то бишь, у меня тоже есть, нужно их в обязательном порядке доделать. День в день. Запланировали и сделали. Запланировали и сделали. Запланировали и сделали. И вот эта жизнь. Чтобы потом обернуться на кусочек жизни и сказать, да, класс, я молодец, я успела в этом временном промежутке времени прожить, прожить, прожить достойно. И себя поглазить до головки и сказать, что я молодец. Значит, ещё раз я напоминаю, связь, видно, плохая. Не знаю, получится это видео или не получится. Попробую его сохранить. В 17-й лунные сутки нахожусь сейчас я Доус, Сахара, отель. И я в полном восхищении. Жизнь так прекрасна. И когда человек осознаёт, что нужно жить в эти мгновения, именно вот в эти мгновения жить, и все задуманные задачи не лениться, не заниматься прокрастинацией, а задумал, сделал, задумал, сделал. Более того, что 17-й лунные сутки показывают о том, что спокойное, радостное, равновесное состояние. Жить в моменте. Жить вот сегодня и сегодня на слое. Это, конечно, не только я об этом говорю, да, со своей позиции. Это каждый человек, который выходит на связь, делится со своим мировоззрением, со своими делами, которые он делит, он то же самое говорит. Всё говорит то же самое. Скоро нам надо выходить куда-то. А я не хочу с вами прощаться, потому что мне здесь очень нравится отель, температура. Вообще Тунис – это та страна, которую я полюбила. Я полюбила Италию, я очень влюбилась в Сицилию. Моя-моя и моё сердце отдано Сицилии. Сердце, сердце. А моя душа отдано Тунису. Вот как ни странно, как ни странно, то, что всё-таки моя душа вот здесь, в Тунисе. Очень интересная жизнь у меня нарисовывается, когда я живу благодетельно, то есть делаю благие дела. И на максимально, на максимально стараюсь, чтобы было мне хорошо и тем, кто рядом со мной находится. Всем желаю хорошего дня. С любовью. Алона Камила. Доус. 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 Тунис. Доус. Тунис. Алона Камила. Эфитнес. Форце. Палерма. Та, хочется походить вокруг. Так, посмотрите, какие-то тут люди идут. С длинными, с длинными волосами. Хорошо, что они не понимают, что я говорю на русском языке. Вот. Ну, и добралась и до сюда. Конечно, много что интересного. И я увидела в этом мире. И я хочу сказать, чем больше я путешествую, путешествую, тем я осознаю, как мало я знаю. Чем больше я изучаю, я осознаю, как мало я знаю. Представляете? И мои ещё-таки рекомендации, конечно, изучайте в обязательном порядке языки. У меня как стояла задача изучить итальянский, французский, английский, так она у меня и останется. Итальянский, французский, английский. Итальянский я знаю разговорный, ну, с ошибками, конечно, но, в принципе, мне всё понятно. Вот. Французский вообще ноль, только знаю сова, месье. И английский нужно будет вспомнить. Я думаю, что английский будет мне даваться намного легче. Всех целую. Как всегда, с вами была Алонна, Камила, и фитнес, форса Палерма. Тя-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-